Во-первых, у нас прошла конференция. Ну, я думаю, тут и говорить ничего не надо, потому что все были. Я скажу, что я до сих пор под впечатлением. И она кажется менее значительной, чем прошлого года, когда «А, огонь, шарап, смотрите, какие люди, какие доклады». Но это примерно так же, я ее рассматриваю, как я когда-то читал «Кульс в МФТИ» самое первое. Это было «А, огонь, консультанты, мосэндж-проект разворачивался на этих лекциях, 24 часа лекции в сети». А я видел 11 человек моих студентов тогда, которые просто все над их головами просвистело, и они вообще ничего не поняли. Я понимал, что это с точки зрения обучения полная неудача. И вот в нашей прошлой конференции, да, там были шикарные люди, крупные руководители, которые что-то поняли, гениальные доклады они сделали. В этот раз самое главное, что я увидел, особенно это во второй день было видно, что в первый день мы вышли на фронтиру. То есть мы уже не рядом с фронтиром и обозреваем все, а прям вот там, не знаю, из середины фронтира, там, где люди вообще еще ничего не определились, мы прям из горячей печки эти каштаны прям вот втягаем, прям из-под рук. Но во второй день, если люди, которые даже не прошли системный менеджмент и стратегирование, вдруг делают шикарные доклады, это означает, что мысли по всей этой цепочке с этими онлайн-курсами, которые за год появились, оно дошло до людей, люди начали что-то понимать и вошли в действие. И у нас тут в оффлайне просто был рефреном, они все говорили, что так просто и так можно было, ну вот на пальцах. И когда ты понимаешь, что да, так просто, на пальцах, и мы эту мысль сумели донести, и оно работает, ой, это очень дорого стоит. Потому что там у меня в чате один сказал, ну что, я загляну, да там ничего особенного, как бы, ну вообще, ну что ж такое, какие простые проекты вообще, ну ничего особенного. Вау, кто это делает, какие наши выпускники делают вот это ничего особенного, сколько они сил на это потратили, да, ну там в днях, в часах. Ребята, это особенное, это вот ровно то, с чего мы, за что мы брались. Ну это фантастически. Мы, наконец, начали учить, я говорю, о, школа, наконец, там заработала, я думаю, что Цирен, это в основном тебе. То есть я, конечно, разворачивал, разворачивал и вроде развернул, да, но вот то, что дотащить вот этот материал до учеников, чтобы они поняли, еще до курса менеджмента, это, конечно, в основном твоя заслуга. Большое спасибо за эту важную работу. Я думаю, что... Тут, 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 тут... Ну тут, ладно, ну тут, ладно, что там, как бы, ну, тут, говорю, что там, как бы, я там, тут все как бы не работали, тут же методическая работа была, Все работали, конечно, но я боюсь, что многие люди даже не понимают той чудовищной величины результата, которую мы получили. что мы добились учебного результата. Потому что раньше мы говорили, посмотрите, у нас такие книги, статьи, материалы, у нас самое передовое, самое крутое. Теперь мы тыкаем пальцем, вот смотри, вот он потратил пять часов, и у него работает. Что, вот это вот буквально там из дерьма, и так оно работает? Да, вот так и должно быть. Потому что Меркулов сказал когда-то, что у меня, говорит, как у начальника отдела, на всю эту вашу оргдеятельность, два часа в неделю. И оно должно укладываться. Все это моделирование, все эти умные мысли. Ну вот оно примерно, мы выдали технологию, где оно за два часа в неделю укладывается. И это не два доклада было лучших наших выпускников, а у нас было, ну можно сказать, сто процентов всех докладов они были правильными. То есть смотрите, что происходит. Люди разрабатывают шаблоны, передают их друг другу. В шаблонах есть альфы, которые обязательно даны уже как кейсы, поскольку это же предмет из работы. У них отслеживается состояние, формулированы конкретные вопросы. Это куда-то идет в ищут рейкинг. При этом делается, если надо, этот ищут рейкинг на коленке. А моделлер, неважно какой. Потому что вот Русский начал обсуждать, что у нас какие-то там проблемы с революционкой. Ну вот там вот в конфлиент сделано, и не совсем в табличках. А у того же Меркулова это было вообще текстом, если мы помним. Кто, сколько его доклад просматривали, смотрели. Вот. То есть это оторвано реально от моделлера. То есть мы антологические вопросы в классическом смысле размышляем, а не как у компетейшнал-онтологов, которые ПЛМ-системами занимаются. Я не знаю, я под впечатлением. Что дальше я сделал? Я написал большой текст, вы можете его посмотреть. Там часть того, что я сейчас сказал, просто часть в письменном виде. И даже больше, чем я сейчас сказал. Там очень много интересного произошло. Раз, и второе, я сформулировал планы своей работы. И вы знаете, я долго думал, чего и как делать. Я сначала делаю, буквально за неделю делаю вводный текст про инженерию вообще, потому что он просто нужен. И это будет глава в системную инженерию. И дальше люди скучно делают этот курс. Вводная глава у них есть. Раз. Второе, я уже нарезал все файлы и уже пересортировал части курсов. Например, сделал курс методологии, оторвав оттуда все, начиная снижение цикла из учебника, с одной стороны, и из курса системного менеджмента, с другой стороны. Стратегирование и первую главу АДО я объединил вместе. То есть у меня какие-то видеочасти начнут соединяться с текстовыми. А дальше, как вы понимаете, я просто буду видеочасти переписывать в виде хоть какого-то текста. Вот. И единственное решение, которое я принимаю сейчас, это стоит ли мне пытаться как-то успевать, поскольку неделю сейчас я все равно уж потрачу на курс, ну, все равно я потрачу неделю на курс системной инженерии. Стоит мне успевать переписывать учебник системного мышления для следующего потока системного менеджмента и стратегирования. Или как бы та группа пойдет по старой программе. А я устно буду чего-то приговаривать вот в эти дни. Вот не понимаю. Реально не понимаю, буду определять по ходу дела. Но пока все это выглядит так, что можно попробовать со всеми этими изменениями. Если я не буду стремиться объять необъятное, то делать не самые большие, но кардинальные изменения прямо по ходу прохождения курса. Если вы помните, там дается по две недели на каждый такт. И можно пробовать за эти две недели что-то успевать. То есть там две недели на системное мышление, две недели на методологию, две недели на системный менеджмент и как бы так и дальше идти. Там не так много надо. Там хотя бы согласовать с тем, что системный менеджмент это часть инженерии, что операционный менеджмент это эксплуатация. Очень много, если вы помните, вопросов было в эту точку. Но после этого у нас буквально к концу лета неожиданно может оказаться новая линейка курсов более не менее согласованная. Там уже будет системная инженерия и уже будет чуть-чуть переделанный, ну как бы там может и не чуть-чуть переделанный системный менеджмент. То есть это к концу лета и к осени мы вступаем вообще с новой линейкой. Это абсолютно шапкозакидательные планы. Я их, конечно, не выполню, но вы знаете, я иногда делаю большие-большие планы, а потом вдруг говорю, а вот тут как бы по таймбоксингу так-так-так, и как бы нормально получается. То есть, а вдруг выполню, да? А вдруг выполню? То есть я вот до вчерашнего вечера я не понимал, как у меня пойдет вот с содержимым главы. А потом вдруг я сформулировал, что инженерия – это же как бы изменить физический мир к лучшему, с оговорками, а что такое к лучшему, и разными способами определения этого к лучшему, в зависимости от ровно тех новых идей, которые мы обсуждали последние несколько месяцев. Я в блоге опубликовал этот отрывок, вы посмотрите его. Я просто не стал давать сейчас и не дам еще, наверное, пару дней, не дам ссылку на тот текст, где я пишу текст учебника, потому что там надо много выкинуть. Там я взял черновик старой версии, где там много было еще от работы группы. Там, конечно, почистить надо. Я сделал новые названия глав. И перепишу введение, там большой кусок, который уже написан был, на новый лад перепишу. Я думаю, что на следующем метод-совете, если все будет хорошо, ну как это, женщина за собой мосты, я торжественно обещаю попытаться, я честен, торжественно обещаю попытаться сказать, что файл курса системной инженерии с введением и вводной главой к этому курсу, он, в общем, будет. Не уверен, что в вводной главе там будет задание, да? Вот это я не уверен. Но то, что основной текст неожиданно может оказаться написан, я бы, ну, как бы, осторожно бы, я говорил, что на следующем метод-совете я, наверное, там его выдам. Ну, я выдам группе написателей самого курса, там же их много, но я выдам и всем остальным посмотреть, потому что эта вводная глава важна всем остальным преподам и всем остальным, чтобы вообще определяться, что происходит, потому что про вот эту безмасштабную системную инженерию, ну, есть несколько моих текстов, но там не так много слов сказано. Вот, собственно, это основные события. Еще ответ на вопрос, меня каждый день спрашивают, поскольку все услышали, что мы будем заниматься лимитикой, все услышали идею Дойля, Джона Дойля, о том, что мемы садятся на какие-то интерфейсы, поскольку хакают интерфейсы, подменяют своими, как бы там, мемомодулями, да, те, которые должны быть. Все слышат идею, и просто мне по всем каналам, включая моих старых подписчиков, говорят, что это что ж, мы как бы инженерным глазом в дела эволюции лезем. Для меня это звучит примерно так, это что ж, врач даст тебе таблетку вместо того, чтобы предоставить дело эволюции. Ну, как бы, для меня тут даже вообще выбора нет. А тем более, что, когда начинают задавать дальше вопросы, видно, что у них нет вот этого многомасштабного представления, что вот тут лезем, а вот тут ресурсов нет, не лезем, а вот тут как бы... эволюция, куда ждеться, да? Вот, я отвечаю, что, скорее всего, это будет 2023 год, и весь год мы будем этим заниматься. И эта меметика, она закрывает и политику, и наше просвещение, наш маркетинг, то же самое. Там все будет, ну, как бы, все про то же самое. И личная информационная гигиена там будет на курсах саморазвития, и, может быть, это часть ОБЖ, потому что, когда закупают гречку, надо, как это, дополнительное информационное забрало поднимать. Я бы вот так это сказал. фильтр дополнительный ставить. Не обычный, как бы, а там специальный. Вот. И я очень надеюсь, что, когда в следующем году очередная катавасия какая-нибудь случится, я не знаю, поскольку интернет уже в интернете все такое связано, то будет это астероид, климат, такие нашествия каких-нибудь клещей или ось, очередной свиной гриб. Ну, как бы, я не понимаю, что будет, но, как бы, что-нибудь будет. Очередная война, которую мы не знаем, в самом неожиданном месте, потому что, ну, вот, как текущая война из непонятного произошла. При этом все говорят, что понятно. Да? Вот я считаю, что не очень понятно. Для мной, для меня даже было достаточно неожиданно. Вот. И очень надеюсь, что мы с этим так там программой успеем, с вот этой вот меметикой. И это уже в полной мере будут новые системные уровни, новая вот эта инженерия более высоких системных уровней. А старая инженерия в этот момент будет работать. То есть мы многое скажем и для личности, и для коллективов, для организаций. Мы многое скажем. Ну, личность и организация. Мы на эти два уровня в основном. И для киберфизических систем, я думаю, мы многое тоже уже скажем, потому что очевидно, что по системной инженерии после безмасштабного курса мы, наверное, будем делать, конечно, полноценную киберфизику. тут, конечно, хорошо бы перед киберфизикой и математику с физикой, да, но это мы будем вот рассматривать в следующем такте. А 2023 год, да, более высокие системные уровни, и я честно говорю, что у меня вот и он пытался на конференцию говорить, чтобы я досрочно туда пошел, взял там научное руководство, в том числе, тем, что она делает. Я прям сказал, что нельзя объять необъятное, мультитаскинг надо удавливать, в этом году мы доделываем ту программу, которая у нас есть, в следующем году лезем на более высокие системные уровни. Вот, вроде бы ответил на этот вопрос, то есть 2023 год, до этого я, как это, буду говорить, что мы этим займемся. Ну, собственно, вот. Да, но еще до 2023 года, еще в этом году что-нибудь может случиться, для этого. Да, ужас какой. А кроме этого, я хочу выразить особую благодарность нашим украинским коллегам, потому что удивительно, но когда речь идет о помощи, там, поправить опечатки, сделать предложение по тексту, то они приходят сейчас в основном из Украины. То есть, Василий Зейзин сегодня мне предложение делал, Роман Варьянко исправлял замечания. Я считаю, что это очень, им большое спасибо. Я представляю, какой они там ситуации, ну, там один в Киеве, другой где-то очень рядом, вот, и они реально успевают сделать какую-то помощь. Имеется в виду, это не просто комментарии, а комментарии, там, вот тут, там, вот это поправить, вот тут, вот лучше так сформулировать. Как это, конструктивные замечания, не просто, там, бла-бла в чате, да, это в личку, нормально, адресно, я большое спасибо хочу на метод-совете сказать, что очень правильно это все. Спасибо.